Путешествие начинается! Лех, по какому параметру мы сегодня будем выбирать лодку и лодочника? Ну, чтобы, главное, наверное, рыбак не вычерпывал воду. Я думаю. Я думаю, что мы с мусором фламинго на крыше возьмем. Есть. А я вообще вижу, что сегодня, 3 декабря, ноль лодочников, желающих везти нас на остров. Ни одного нет. А вон, да, смотри. О, точно есть. А смотри, вон утка есть. Берем? Нет, мы не берем. Нам не надо прогулка, а не турист. Да. Просто туда. Да. Мы в этот хайкинг, знаете, тропа на остров. Да, да, да. На остров, да. Все, давайте поплыли. Да. Мы готовы. Слушай, оказалось дешевле. Тихонечко, тихонечко. Мы думали за 30 евро сторговаться туда-назад, а он нам сказал 25. Я говорю, а вам когда платить? Он говорит, ну, можете на обратную сторону. Такие честные люди. А я думаю, ну, мы же назад-то не уплывем в плавь зимой, да, в декабре. И что, 25 евро, да? Лех, ты как считаешь, хорошая цена? 25? Насчет толпу замечательная. Я тоже так считаю. Это как на маршрутке проехать. На маршрутке. Чем туда-назад, по водичке. Ну что ж, путешествие начинается. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ До встреч! Всем пока! Надеюсь, подписчиков клипс в логике. Интересно действительно, что она не православная, не католическая, это рассказал нам лодочник, она просто христианская. И впервые здесь церковь в честь святого Николая построили, когда здесь от чумы погибли крестоносцы. Это было, не знаю, век 11-12, плюс-минус сейчас. А потом я вычитала в статье, что в 1820 году был принят закон в Будве, что больше в Будве внутри церквей хоронить людей нельзя. И они стали ездить сюда на остров святого Никола и хоронить здесь. Но, как вы понимаете, зимой шторма в нашу непогоду делать достаточно тяжело. И прошло не так много лет, лет 15, когда приняли другой уже закон и построили специально в Будве, в известном вам уже месте, недалеко от улицы Медитеранская. Две церквушки рядом и католическая православная, где появилось уже современное кладбище. Вот, и сюда перестали возить хоронить. Мусора на острове, конечно, много, но учтите, я снимаю в декабре этот ролик, поэтому у нас какие-то уже шторма прошли, волнами все выкинуло. Но вы понимаете, что грязно не там, где убирают, а там, где не мусорят, дорогие туристы. Поэтому это от вас, конечно, что вы летом бросили, что нам и вернуло. Юль, как думаешь, что это такое? Я думаю, что это экзотический душ. Экзотический? Тут голым надо стоять танцевать. Да. Блин, какие красивые камни, посмотри. Сказал нам лодочник, что здесь зайцев много. Ты сегодня зажарить хочешь? Ловля зайцев? Нет, просто надо встретить. Он и человек. Бруно. А, класс. Как вы называете? Меня зовут Драги. Драги, ага. Я сам из Македонии. Ух ты. А здесь работаю, охраняю там и здесь. Оказывается, на острове есть два охранника. Один вот собачка. Были такие, кто терялся ночью и ночью не знают, как уехать в Буду? Нет, это что у меня охраняю, у меня камера. Посмотрите. А, у нас камера есть. Камера ждет, это, это, камера. Камера. И у меня тоже телевизор в комнате. А, поняла. Но я смотрю, что это дело. Понятно. Так скажите нам про животных. Оленей все-таки нет на острове, да? Раньше были животные, но это люди как люди убивают и кушают. Ну, понятно. У меня есть, кстати, один знакомый в Буду, у него квартира. Он никогда не отдыхает на Будуанских пляжах. И он с ребенком ездит только сюда, на остров Никола. Из-за того, что здесь намного меньше людей в июле, в августе. Поэтому вам хороший совет, используйте этот остров как дополнительный пляж. Жалко, что сейчас не такая прям солнечная погода, потому что море было бы изумительно изумрудным, если так можно сказать. Я тут лет десять назад была в последний раз. Прикинь. Добрый кунт, ты алкоголик, а сама говорит, там есть пифунт добавить. Это же не алкоголик. Нет, нет, не разу. Ой, отличный остров. Тропы еще не знаем, не нашли, а бар нашли. Главное взять все для бара. Они в марте этого года расчистили. Чуть попозже промаркировали. Прочистили тропу, кстати, пожарники. Но в новостях я о ней прочитала где-то с сентябре. Да, осенью пиарила Будуанская турорганизация. Возила сюда бесплатно на лодках, организовывала эти туры пешие. Но это знали единицы, кто понимает местный язык. То есть черногорцы ходили явно. Туристы об этом не знали. Первое, с чем мы столкнулись, это с табличкой, что проход запрещен, частная собственность и еще висит сетка. Но я вижу, что эта старая тропа находится как раз здесь, вон там направо. Зачем они повесили сетку? Могли бы вот так сделать, да? Странно. Остров не является полностью частным, поэтому еще и пропиарили эту тропу, а то взяли и закрыли. Что-то не совпадает. Ну такая, видно, что старенькая. Где-то должна начаться маркировка. Саша, посмотри, какой сказочный лес. Знаешь, у меня ощущение, что мы находимся в каком-то другом государстве. Даже не государстве, а на острове, да? В каком-то экзотическом. Но еще хочу, конечно, обратить внимание на это растение. Оно мне попалось тут на глаза. Называется мирт. Средиземноморское растение. В таком виде его не едят. Но я знаю, что из него делают. Эфирные масла, сушат и добавляют в чай. Как некое лекарственное растение используют. Хотела палочку найти себе. Смотрите, очень много видно рубленных веток. Пожарная служба из Будды прочистила ее. И видно по обе стороны, сколько этих веток валяется. Так что вдруг у вас нет палочки для похода, можно соорудить быстренько. Когда дойдете до этой площадки глиняной, с красивым панорамным видом на море, имейте в виду, что вам наверх. И тут специальные ступеньки уже построили из камня. Опа! Жарко! Кто упарился? Неожиданно жарко. Видите, как я уже разделась? Так что одевайтесь, как капусточка, чтобы раздеться. Мы вышли на тропу. Мы, естественно, свернули не туда. Вот, мы пошли прямо. В общем, ситуация какая. Мы по этой тропинке шли по меткам. Но метки дальше становились такие старенькие. Они вроде как тусклые становятся. Тропа дальше этих старых меток уходит чуть вниз. В целом, вывод, и та тропа хорошая. И это обе расчищенные. Здесь можно пролезть, но тут как бы перегородили. Видимо, чтобы люди стопроцентно шли именно нижней тропой. Как тебе подъемы? 3 декабря, а ощущение 3 июня. Настолько жарко, как раз в 19. В туалете еще. Опять куда-то пошли, непонятно вообще. Как будто горло. Как ощущение? Горло, не будет привал. Да? Там дадут виду? Да. Класс. Блин, где ваши кабаны? Кабаны? Смотри в оба. Мы уже вышли на некую такую вершинку. Видим плато внизу. И там водопой, такая лужа. Для животных специально создали. Говорят, здесь есть дикие кабаны. И еще зайцы. Еще один пробежал, только шел. Вот он, вот он, вот он, большой. Вот сюда все кабаны и зайцы приходят. Мы издалека приняли это за полянку, а оказывается это водопой. О чем мне рассказывать? Здесь ритуальное убийство совершено. Да, я не знаю, тут у них по всему постанкам это зайчик. И вот вопрос, кто на маленьком острове жрет зайчиков? А кабаны едят зайцев? Не знаю, это не я. Ой, ой. Домик, который мы видим на мысе. Говорят, что сегодня служит маяком для моряков. На острове всего два дома. Мне кажется, это вьюпоинт, да? Да, это вьюпоинт. Боже, как красиво, какая скала. Ань, ты не улетишь там? Страшно. Такой ветер наконец появился. Чайка летает. Это одно из самых красивых мест, которых я видела вообще в районе Будвы. Я не знаю, почему мы раньше сюда не ходили. Тропы не было, да? За 11 лет жизни я впервые на этой тропе. Есть для этого веская причина. Ее совсем недавно расчистили. Хотя давно мечтала сюда попасть. Ну и что хочу сказать. Тропа достаточно легкая, широкая. Вот даже так посмотреть. Можно попробовать с детьми, только не маленькими, чтобы они не устали. Возьмите палки, если у вас есть. Какие-нибудь удобные кроссовки. Горные ботинки не обязательно. Главное, чтобы подошва была классная. Ну и, конечно, перекус. Бутерброды, напитки, вода. Так что все Будване, все гости, жители, мигранты, всех вас приглашаю в этот трек. Самое главное – это угадать с погодой. Поэтому смотрите заранее, за сутки, какая будет погода. Не идите в дожди или сразу после дожди, потому что будет грязная тропа и будете скользить. И отправляйтесь в путь. А вот, посмотри, видишь, вот здесь знак развилки. И вон дальше. И вот мы видим вторую тропу. Я надеюсь, она без таких жутких подъемов, спусков, как наша эта тропа. Ну что ж, мы наконец дошли до этого домика, до мыса. Я не знаю, сам ли дом является маяком или где-то там за ним. Сейчас посмотрим. Огород прям какой-то. Смотри, тут все. Но это надо быть совсем уж отшельником, чтобы хотеть сюда приезжать жить. Мне кажется, разве что на выходные с друзьями убирать с собой очень много воды, поскольку пресная вода сюда не проведена. Мы видели баки. Мне уже нравится наш поход. Я нашла классную лавку. Ммм, какое у нас тут блинчиком. Какая разница. Наш как вкусно. Ммм, какого? Ммм, какого? Ммм. 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 Вот мы и возвращаемся назад, правда уже второй дорогой, она оказалась полегче, без резких спусков, подъемов. Но единственное, здесь море такое попроще, нет красивых скал с волнами, море более спокойное, но тоже тропа интересная. Ну а еще мы заметили, что по острову есть такие старые строения каменные, простенькие достаточно, и террасы заросшие каменные. Смотрите, вот еще подборная стенка, потом вторая. Вот мне интересно, что же они тут выращивали, что мы сейчас не видим следов этих деревьев, кустов, может виноград? Это что значит? Тут жили скотоводы, еще люди занимались, естественно, земледелием, что-то выращивали. Это давно уже заброшено, и на вот этой старой фотографии видны террасы, еще не зарос остров вот этими деревьями. Своим названием остров обязан церкви Святого Николы, которую мы уже видели в записях от 17 века, говорится, что восстановили ее в 1864 году. Ну а на картинке мы видим тропу, причалы, где может лодка пристать, да? И написано, что тропа легкая, вот в одну сторону нужен один час. Но хочу сказать, берите паузы на фото, на обед, ну хотя бы два часа в ту сторону, назад хватит и часика. И вдруг что-то с вами случилось, звоните по номеру 120-20 черногорских телефонов, это что-то типа МЧС. Спустились немножечко на пляж, посмотрите, какая красота, песочек, голубая волна, шум моря. Слушай, я хочу сюда с каяком, или туда, даже не знаю, куда хочу, везде хочу. Мы решили в мае сюда вернуться. Напомню, сейчас декабрь, не смотрите на мою футболку. Да, немножко обидно, что это в таком виде сегодня. Какие-то заброшки, руины, какие-то халабуды. Знаю историю, вот про этот недостроенный отель, он видим нам сейчас из-за угла. Когда-то, я думаю, когда еще законы нормальные не были здесь прописаны про этот остров, кто-то решил тут построить отельный комплекс, тут какие-то спортивные площадки, все это заброшено. Причем никто этого не разрушил, то есть недострой стоит, который сегодня зарастает растительностью. Выглядит, честно, это ужасно, вот эти какие-то бетонные плиты. Жалко мне немного остров, такая судьба у него непонятная, весь в каком-то таком хлаве. Но то, что прочистили тропу и стали зазывать сюда туристов, популяризировать начали с осени 1922 года, это молодцы. Я вижу, там теннисный корт старый, прикольно. Сейчас посмотрим, как раньше тут отдыхали люди. На самом деле, смотри, какие руины вокруг. Ну что, ребят, рассказывайте ваши эмоции, вам понравилась тропа? Да, отлично. Мы потратили ровно 4 часа, но стоит учесть, что это и на фото, были паузы на обед, и на перекусоны. Вот мы вышли и смотрю, лодочник идет, так что молодец, лодочник. Я им телефончик оставлю ниже, на самом деле можете взять любого на набережной. Все, мы поплыли домой. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы ждем ваших комментариев. Юль, ну как у тебя поход? Слушай, прям удивительное место, рядом под носом, для Будван, которые не знают, чем заняться в выходной день. Это вот прям супер маршрут, занятость на целый день. С семьей выезжаете. Охранник сказал, что можно даже сделать шашлычок, там есть отведенные места. Извините, ну а тропа. Субтитры сделал DimaTorzok